Так, друзья, Брэд Фитт к звездам! Кенище! Блокбастер! Нет, не блокбастер. Спейстрек супер-пупер космические спецэффекты. Нет, если смотрели Интерстеллар, если смотрели Гравитацию, вы точно все это видели. Земля сбоку, космос, звезды, космический корабль, Кубрика, может, вы смотрели, тоже видели корабль изнутри. И меня, кстати, всегда интересовало, как же все-таки космонавты сутками ходят в туалет. Они тут все отправляются на полгода. И че, и как, и куда? Это же все невесомость. Ну ладно, об этом нам услужливо не напоминают. О чем фильм? Фильм о том, что Брэд Питт является героем космических исследований, а его отец оказывается антигероем, который устраивает где-то на орбите Нептуна, да-да, на орбите, на периферии Солнечной системы. Какую-то мега-катастрофу с участием антиматерии. И, собственно, Брэду Питту необходимо отправиться туда для того, чтобы разобраться, что же папенька натворил, и заодно выяснить, какого черта он бросил родную кровинушку лет 40 назад, ну, шучу, лет 30 назад, ради того, чтобы покорять какие-то звезды. Что оказывается в сухом остатке? Ну, в сухом остатке вы увидите все сами. Человек преображается и становится лучше. Но, друзья, если вы хотите каких-то невероятных спецэффектов, то вы их не получите, потому что, ну, в общем-то, картинка ожидаемая. Если вы думаете, что там будут какие-то шпионские драки, разборки, супер-боевик, этого тоже не будет. Зато будет 2 часа 49 минут абсолютного погружения в самокопание. Если вам нравятся такие фильмы, то, пожалуйста, будьте любезны, отправляйтесь в кинотеатр, смотрите и наслаждайтесь. Если вам нравится «Апокалипсис сегодня», если вам нравятся всяческие вот эти одиссеи вглубь самого себя, если вы смотрели и вам понравился «Потерянный город Зет», в котором Брэд Питт выступил продюсером, а Джеймс Грей также режиссером, если вам нравятся истории маленького уязбимого человека, который пытается разобраться сам в себе, вам непременно к этому фильму. Конечно, критикам он нравится. И, конечно, люди, которые сидели рядом со мной, совершенно логично задали вопрос, когда начались титры. Что, и все? И вот это вот все? А где же все остальное? А всего остального не будет, потому что космос — это не цель. Космос — это ширма, это декорация для того, чтобы человек сумел разобраться в себе. Это абсолютное перевоплощение Брэда Питта после такой мощной, сочной роли в «Однажды в Голливуде», где человеку очень комфортно с самим собой, к человеку он отправляется, которому максимально с собой некомфортно.